ПЕСНЯ 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 В церкви, действительно, он на корабле церковном. Если через море, нам нужно, чтобы переплыть море, нужно очень хорошее, мощное судно. Таким судном, христианинам, чтобы переплыть море житейское, является церковь. И вот именно для вхождения на это судно нужно вот это таинство, таинство крещения. Именно через крещение человек входит в церковь, и он получает возможность получать все эти блага, которые находятся в церкви. После богослужения епископ Лицкий Сморгонский Порфирий совершил чин великого освящения воды. Ее к собору доставили в специальных цистернах. Традиция водоосвящения в православной церкви существует с V века. У Свято-Михайловского кафедрального собора, желающих запастись освященной крещенской водой, которая, как считается, имеет чудотворное свойство, о них писал в свое время святитель Иоанн Златоуст, оказались сотни. Они были готовы часами стоять в очереди, чтобы набрать ее, а вернувшись домой, окропить жилье. Оставшуюся же воду нужно хранить в течение года, а в случае болезни – пить. Святая крещенская вода, как мы говорим, именуется еще и агиасмой. Агиасма – это слово греческое, в переводе на русский язык означает «святыня». Ну а поскольку единожды в году православная церковь освящает воду именно по уставу и по чину великого освящения воды, потому и агиасма именуется великой агиасмой. В молитвах церковного чина освящения воды есть такие слова. Мы просим Господа, чтобы Господь подал свою благодать всем черплющим эту воду, емлющим в свои дома. Эта вода в действительности освящает не только быт человека, там, где человек проживает, где трудится, но и освящает самого человека, душу и тело его. Мы также просим у Господа в момент освящения воды, чтобы данная вода, данная святыня были той святыней, которая врачует и души, и телеса человеческие. Таким образом, эта великая святыня в нашей православной церкви стоит, можно сказать, практически наряду с великим причащением. Эту святыню мы храним с благоговением в своих домах, черплем ее в храмах православных, приносим к себе домой. Святая вода должна стоять в так называемом красном углу, то есть рядом с иконами, в том самом святом углу, где размещаются святые образы Господа нашего Пресвятой Богородицы и угодников Божиих. Святая крещенская вода хранится в течение долгого времени, может быть и год, может даже и значительно больше времени стоять в доме у христианина, и при этом мы не видим никаких признаков тления ее, то есть испорченности. Это еще одно свидетельство, говорящие нам о том, что агиасма, великая агиасма, крещенская вода, действительно является освященной по благодати Божией, по благодати крещения Господня Иисуса Христа. Верующие набирали крещенскую воду чистой душой и светлыми мыслями, а еще с верой, что она целебная и обладает необычной силой. В силу Троицы нашей, Господа нашего Иисуса Христа, Отца Его и Сына Божескую. Силы есть, я думаю. Надо верить, вот тогда будет сила. Верю, конечно. По традиции на крещение в Лиде прошел крестный ход. Его возглавил епископ Лидский и Сморгонский Порфирий. Священники вместе с горожанами от Свято-Михайловского кафедрального собора, молясь, направились к Лидскому озеру. Вся крестья Божия, ты мир посвящен, слава. Накануне крещения на Лидском озере была сделана Иордань. Вырубить ее работникам спасательной станции помогли коллеги из районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Перед тем, как началось погружение, владыка Порфирий осветил в ней воду. Иордань, не крещающийся тебе, Господи! Только после освящения можно было окунуться и ощутить благодать. В этом году, 19 января, морозы были не крещенскими. Днем в Лиде столбик термометра показывал минус 4 градуса. Температура же воды в озере была чуть выше ноля. Однако и такие условия, как утверждают медики, у неподготовленного организма могут вызвать стресс. Правда, лечане настолько верили в целебную силу крещенских купаний, что все имеющие желание окунуться сделали это. Это очень великий православный праздник, который символизирует собой ощущение грехов, возобновление какой-то новой, более праведной жизни. Все себя чувствуются совсем подломок, заново родившийся. Закаляем дух, чтобы вроде как занимаемся спортом, поэтому решили окунуться в прорубь. Верим. С верой Бога, возможно, все. Для участников крещенских купаний на берегу Лидского озера были организованы места для переодевания. Хоть купели, был выслан сеном. А после окунания военнослужащие Лидского погранотряда предлагали людям горячий чай. Крещенские купания в Лиде продолжились до позднего вечера.